Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 2 марта и прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что в эти выходные пройдут парламентские выборы в Италии, что соответственно может повлиять на рынок в понедельник на открытие. Ну а чем закрывается наша торговая неделя? Давайте посмотрим. Пара евро-доллар. Вчера смогла закрепиться выше максимальное значение, которое мы видели 28 февраля, что в рамках часового таймфрейма нас пока переводит в фазу восходящего движения, но более важный уровень сопротивлений находится в области максимального значения, которое мы видели 26-27 февраля на отметке 1.2344. Пока пара торгуется ниже данного уровня, то среднесрочное направление остается нисходящее. В том случае, если евро сможет уйти выше данного значения, то тогда уже вероятно возобновление восходящего тренда по данному активу. Пара британский фунт, американский доллар продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению это движение в область 1.3492. Ближайший разворотный уровень находится на максимальном значении вчерашней торговой сессии, отметка 1.3784. Если британскому фунту удастся закрепиться выше данного уровня, то также вероятно начало восходящего движения с целями роста до 1.40. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Цели роста это движение в область 1.2984, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашнего дня, область 1.2808. Пара американский доллар, японская иена вчера продолжила свое нисходящее движение, ушли ниже отметки 106.36. Сегодня с утра уже доходили до отметки 105.69, что в рамках часового таймфрейма нам подтверждает сохранение пока нисходящего движения. Цели по снижению это область 105.44. Возврат к покупкам будет рассматриваться после обновления максимальных значений, которые мы видели вчера, на отметке 107.19. По австралийцу также тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это уход ниже отметки 7705 и движение дальше на 76.57, а ближайший разворотный уровень находится на максимуме вчерашней торговой сессии, это отметка 77.68. По еврофунту тенденция восходящая сохраняется. Цели роста движения в область 89.53 и 90, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашней торговой сессии, отметка 88.36. По золоту на текущий момент также тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это вероятно движение в область 1297 долларов за тройскую лунницу, ну а возврат к покупкам будет актуален после обновления максимальных значений, которые мы увидели 28 февраля и 1 марта на отметке 1321. По нефтемарке Brent коррекция сохраняется, нисходящее движение продолжается. Цели по снижению это уйти ниже минимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 63.27, но и далее двигаться в ЛВС 6175. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений вчерашней торговой сессии, это отметка 65.11. По индексу DAX также тенденция нисходящая коррекционная сохраняется. Цели по снижению это движение в область 11600, ну а возврат к покупкам рассматривается после преодоления максимума на отметке 12400. Ну и по биткоину тенденция восходящая сохраняется. Цели роста у нас находятся в области 11967 долларов за один биткоин, ну а ближайший разворотный уровень для возобновления коррекции находится на отметке 10171. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, что если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.